В двухколенную пробирку насыпаем щабелевую кислоту. И натрия на 2. Побольше. Побольше. Где-нибудь половину от щабелевой кислоты. Ну хватит. В двухколенную пробирку насыпаем щабелевую кислоту. Давай больше, чем до середины. Установка собранная. И вот мы присыпаем реакционную смесь к воде. Присыпаем для того, чтобы они получше перемешались по дороге. В таких в Москве больше нет. Так, ну вот как раз из-за того, что они плохо перемешались, у нас сначала сыпется нитрит. Так, ага. И все забилось. Но теперь тогда приливаем воду в другое колено. Вот так переливаем. И тебе сейчас хочется несколько раз так погонять ее, чтобы смыть вот этот комок. Ну, по крайней мере, так оно перемешается нормально. Значит, ребят, кто не перемешал содержимое двухколенной пробирки, перемешивайте, просто перелив несколько раз колено туда-сюда. Так, и вот у нас заполняется колба, пока она заполняется бурым газом, потому что образующийся оксид азота, обратите внимание, он бесцветный, но он реагирует с кислородом, содержащимся в колбе. То есть, вот можно посмотреть, да, газ выделяющийся бесцветный, а газ в колбе коричневый. Ну вот он уже, газ в колбе уже бледнеет, потому что НО вытесняет образовавшийся НО-2. Так, ну вот содержимое колбы практически обесцветилось. Да, я сейчас туда подду и воздух сам. То оно опять покоричневое.